У преподавателей, как и у студентов, есть своя университетская семья. Это коллеги по работе. Пройти очередную проверку на сплоченность своей семьи им предстояло на спартакиаде профессорско-преподавательского состава здоровья. Очередные соревнования прошли по волейболу, одной из тех командных игр, где каждый игрок отвечает за другого. Кроме того, здесь необходима хорошая физическая форма и ловкость. К счастью, наши преподаватели могут похвастаться и этими качествами. В борьбе за третье место между набережной Челнинским институтом и Департаментом по молодежной политике и спорту и студенческим городком можно было заметить хорошую передачу мяча, блоки и пайпы, то есть своеобразные тактические комбинации. Показать свое мастерство преподавателям не помешала даже разница в возрасте, порой достигающей несколько десятков лет. С самого начала ветеранам удалось вырваться вперед со счетом 25-16 в первой партии и сохранить преимущество до конца встречи. По итогу третье место забрали набережной Челны. Сам я до 40 лет играл с профессионалом, а с 76-го года за сборную Татарстана, 76-го и по 97-й год играл я сам, сам. И был главным тренером Татарстана. Вот команда была набережной Челнинской, ну набережной Челнинского домостроительного комбината. Так что и по сей день я играю тоже за ветеранов в возрасте 65 лет. В финале соревнований встретились команды Института фундаментальной медицины и биологии с кафедрой физвоспитания и спорта. Преподаватели физкультуры показали лучшую игру за этот соревновательный день, одержав победу с явным преимуществом. Таким образом золото снова осталось ценах уникса. Мы к этому шли, мы, так скажем, вчера боролись, сегодня боролись. В принципе, самое главное, что у нас все прошло без травм. Все команды у нас сыграли пять с плюсом. Народ массовый, заинтересованность большая. Ну сильнейший победил на данный момент, на данном этапе. Наша команда была физически подготовлена к этому турниру. Поэтому заняли первое место. Анастасия Иванова, Роман Полинсков, Универньюз.